Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами снова Отец Даниэль Климентий из Кита Блаженной Якопа Десяти Солли из Святой Земли. Сегодня, 16 сентября, мы вспоминаем Святого Корнеля и Святого Киприана, мучеников столпов Церкви. Для того, чтобы ознакомить вас с их жизнью и с их деятельностью, я приведу житие и страдания Священно-мученика Киприана, епископа Карфагенского, чтобы вы лучше узнали нашу историю, основы и корни нашей веры. Итак, житие и страдания Священно-мученика Киприана, епископа Карфагенского. Святой Киприан, епископ Карфагенский, принадлежит к числу знаменитейших отцов и учителей Церкви Третьего века. Ему пришло жить и действовать в такую годину, когда Церковь Христова обуревалась как гонениями совне от язычников, так и смутами внутренними от еретиков и расколоучителей. Святой Киприан явил собой образец, как мужественного архипастыря, пострадавшего за имя Христова, положившего душу свою за своих пасомых, так и разумного устроителя внутренней жизни Церкви. Он оставил многочисленные сочинения, в которых касаются разнообразных богословских вопросов и в которых решает почти все недоумения, возникавшие в его время относительно внутреннего благоустроения жизни Церкви. Посему жизнь его, истории его страдания представляются особенно поучительными. Киприан родился в начале третьего века, родители его были язычниками и принадлежали к числу знатных и благородных граждан Карфагена. Первоначальное имя его было Фасций Киприан. В юности Киприан получил хорошее светское образование, весьма большие успехи оказал Каприан в красноречии, почему был избран учителем риторики в Карфагенском училище. По всей же причине многие избирали его своим ходатаем по ведению судебных дел адвокатам. Можно предполагать, что Киприан по наследству получил значительное состояние. Кроме того, выгоды адвокатской должности доставляли ему обильные средства к широкой жизни, почему вначале, будучи язычниками, Киприан проводил жизнь греховную. Следствием всего было то, что Киприан, как он сам замечает, покорствуя страстям своим, невольно благоприятствовал своему собственному несчастью, как будто оно от природы было его уделом. Такую греховную жизнь проводил Киприан до тех пор, пока благодати Божией неблагоугодно было осенить его душу и призвать его к спасению. Полагают, что Киприан оставался язычником до своей полной возмужалости, по всей вероятности, до 46-летнего возраста. В начале III века в Карфагене было уже много христиан. Прошу прощения. Киприан знал об этом. Он не мог не заинтересоваться возвышенным учением христианским, ибо от природы был наделен любознательным и благородным умом. Еще до обращения своего в христианство Киприан познакомился с некоторыми сочинениями Тертулиана, и это натолкнуло его на путь истины. Еще будучи язычником, Киприан начал чувствовать отвращение от языческой жизни. Он осознавал пагубность и греховность гладиаторских зрелищ, где убийство одних доставляло удовольствие другим. Киприан питал отвращение к языческим трагедиям и комедиям, которые придавали памяти людей минувшие злодеяния и развращали людей. Еще будучи язычником, он с прискорбием смотрел на несправедливость и притеснение со стороны судей, на обманы и ссоры между частными лицами. Еще будучи язычником, он осознавал, что знатность, честь и богатство, которые кажутся многим таким заманчивыми и обольстительными, на самом деле наполняет душу только пустыми и мучительными опасениями и тревогами. Все это привело Киприану к убеждению, что в язычестве спастись нельзя, что языческая религия не может дать человеку мира душевного и не может заслуживать ни малейшего внимания сравнительно с религией христианской. Но сознание глубины и повсеместности нравственного развращения останавливало на время обращения Киприана в христианство. Он часто задумывался о своем нравственном падении, о необходимости исправиться и начать новую жизнь в христианстве, но в то же время страшился первоначально высоких требований христианства. Он почитал весьма трудным то духовное возрождение, какое даруется в христианстве, ибо уже много лет он провел в язычестве. Свои сомнения и недоумения по этому поводу он красноречиво выражает в письме к Донату. Киприан говорит здесь, возможно ли отложить все то, чем был кто-либо ранее, и при том же сложении тела сделаться другим человеком по уму и сердцу? Возможно ли совлечься того, что родившись от глубокой материи, вместе с нею отвердела, или от долговременной привычки укоренилась вместе с летами? Научится ли когда-либо бережливости тот, кто привык к великолепным пиршествам и изысканным снедям? Наденет ли когда-нибудь обыкновенное и простое платье тот, на ком были драгоценные, украшенные золотом одеяния? Нет, рассуждал Киприан, сын роскоши, привыкший к почестям, никогда не решится быть частным и незнатным человеком. Всегда сопровождаемый своими слугами, окружаемый в знак почести многочисленную толпой раболепствующего пред ним народа, он считает наказанием, когда многочисленную, когда бывает один. Быв пленником беспрестанных забав, он обыкновенно предается винопитию, надмивается гордостью, воспламеняется гневом, помышляет о хищении, подается жестокости, увлекается похотением. Так часто «я сам с собой», пишет Киприан, «ибо и сам был подвержен многим заблуждениям». В состоянии такой нравственной борьбы и нерешительности Киприан не мог не почувствовать необходимости посторонней помощи и совете, и Киприан обращается для разрешения своих сомнений к одному, карфагенскому пресвитеру, по имени Сицилию. Сицилию успел убедить Киприана в крайней нелепости языческого многобожия и в том, что самые злые наклонности человека могут измениться под действием всесильной благодати Божией. Таким образом, Киприан принял твердое намерение стать христианином. По существовавшему в Древней Церкви обычаю, Киприан до крещения должен был некоторое время провести в состоянии так называемого оглашения. Неизвестно, сколько времени Киприан провел в состоянии оглашения, можно полагать, что оно было непродолжительно. Решив стать христианином, Киприан на самом деле доказал искренне своего решения, переменуя в самом образе своей жизни. Еще в состоянии оглашения, Киприан продал все в свое имение и вырученные деньги раздал нищим, не оставив ничего для себя. После всего пресвятеру Цицилию, наблюдавшему за духовной жизнью Киприана, уже нельзя было сомневаться в искренности обращения своего ученика. Вскоре за сим, конечно, должно было последовать и крещение Киприана. Живое чувство духовного преображения, дарованного в таинстве крещения, сильно подействовало на Киприана. Вот как описывает он в письме к другу своему донату спасительные действия Таинства Крещения. Когда животворные воды Крещения омыли пятна прежней моей жизни и в очищенное и оправданное сердце пролится небесный свет, когда приняв Духа Небесного, сделался я новым человеком, тогда чудесным образом я совершенно уверился в том, о чем ранее сомневался. Тайны начали открываться, мрак исчезать, то, что прежде казалось трудным, сделалось удобным, невозможное стало возможным, в принятии небесных даров нет меры, лишь бы только жаждало и было отверсто сердце наше. Мы столько имеем веры, способной к принятию благодати. Она дарует способность уничижать ядотворную силу греха трезвенную чистотою, непорочную мыслью, чистым словом, непритворную, добродетельную. Она очищает скверны развращенных сердец, возвращая им здравие. Она даст силу примерять врагов, успокаивать беспокойных и грозными заклинаниями, понуждать к признанию нечистых духов, вселяющихся в человека. Образ благодатного действия над теми, в коих живут злые духи, невидим, неприметны удары, коими она порождает последних, но казнь видима и разительна. Так, вселившийся в нас дух благодати начинает являть свою могущественную силу, хотя мы тела своего с членами еще не переменили, на другое, наше око не затмевается уже мраком века сего. Какое могущество? Какая сила духа? Кто очистился пребывает чистым, тот не только сам себя сохраняет от мирских соблазнов, не только не уловляется никакую сетью нападавшего на него врага, но и крепляется в своих силах до того, что над всем воинством противника господствует как повелитель. Так благодать Божия вскоре после крещения Киприана ознаменовала с нем внутренним духовным возрождением, хотя он изменил уже, как это было упомянуто выше, образ жизни своей еще до крещения, находясь в состоянии оглашения, но, по собственному признанию его, вера его получила полную твердость и воля совершенную свою силу и крепость уже в крещении. Он крестился, вероятно, в праздник Пасхи или Пятидесятницы. После крещения Киприан начал проводить жизнь строго добродетельную. Он являл собою всем пример нестяжательности, ибо страдания нищим и бедным он благотворил им, раздавая все, что имел. Главнейшими занятиями святого Киприана стало крещение, молитва, чтение Священного Писания. Оказывая дела милости и благотворя всем нуждающимся, Киприан не мог не питать особенной любви и благодарности к наставнику своему, Пресвитеру Цицилию, открывшему ему тайны веры христианской и способствовавшему обращению его в христианство. И Пресвитер Цицилии, видя в Киприане столько преданности и расположения к вере, перед смертью своей, кроме него не нашел никого иного, кому мог бы с большей уверенностью и надеждой поручить попечения заботы над оставшимся семейством своим. По обращению в христианство Киприан жил в одном доме с Цицилием, ибо отдал все имения свои бедным. При этом и тот, и другой, и Киприан и Цицилии проводили жизнь строго добродетельную. Спустя год или немного более по крещению Киприан рукоположен был в Сан-Пресвитера церкви Карфагенской. В Сан-Пресвитера святой Киприан еще с большим усердием начал подвязаться во благочестии. По свидетельству дьякона Понтия, Киприан в Сан-Пресвитере сделал многое по подражанию древним праведникам и сам стал достойным подражания. В скором времени, после всего умер епископ Карфагенский Донат, но освободившуюся в епископскую кафедру всем народом единогласно был избран святой Киприан. Таким образом, в Сане-Пресвитера Киприан пробыл не более года. Киприан первоначально отказывался от такой чести, считая себя недостойным принять столь высокое служение. Он говорил, что были пресвитеры старейшие его возрастом и более достойные его, но народ, любивший своего доброго пастыря, настоятельно требовал поставления в сан епископа святого Киприана. Когда наступило время, назначенное для рукоположения, христиане окружили дом, в котором был Киприан и не хотели оставлять занятых ими входов и выходов до тех пор, пока Киприан не согласился идти с христианами в храм. При всем своем высоком смирении Киприан должен был уступить любви братья, пришел в храм и к радости всех был рукоположен в епископа. Таким образом, святой Киприан был поставлен подобно святильнику на свечник, дабы светить миру своими добродетелями. В сане епископа Киприан обратил свое внимание прежде всего на благоустроение церковное. Следует заметить, что в то время было немало христиан, которые только именовали себя христианами, а в действительности проводили жизнь недостойную истинного христианина, так как гонения от язычников на христиан прекратились уже давно и церковь наслаждалась почти сорокалетним миром, то некоторые христиане легкомысленно дозволили себе отступление от строгих христианских обычаев. Вот как сам Киприан описывает рабственные недостатки его времени. Каждый заботился об умножении собственности. В вериях не было ожидаемого по их обету благочестия, в служителях кририках не было чистой веры, в делах милосердия, в нравах благоустройства. Многие христиане не хранили твердо истин веры Христовой и отступали от Христа. Допускались часто безрассудные клятвы, презрение и непослушание предстоятелям, злословие и взаимная вражда. Ввиду всего этого святому Киприану в сане епископа пришлось весьма много потрудиться на пользу внутреннего благоустроения церкви. В скором же времени по поставлению в сан епископа святой Киприан приступил к искоренению кравшихся в жизнь христиан беспорядков. Киприан обратил свое внимание прежде всего на клир, на самих пастырей церкви, которые являлись руководителями народа. Киприан не допускал никакого даже к низшим степеням служения в клире без предварительного тщательного исследования о способностях и поведения каждого. Он требовал известной подготовки от лиц, желавших выступить на служение церкви. Само испытание в знании христианского учения Киприан производил в присутствии пресвитеров, как это известно относительно Аптана, коего Киприан в начале своего епископа назначил учителем оглашенных. Вместе с тем Киприан заботился и о исправлении нравов и среди христиан. Дьяков Понти в таких сил слова говорит о епископском служении святого Киприана. Какое у него было благочестие, какая бдительность, какое милосердие, какая строгость, столько святости и благодати изливалось из уст его, что он приводил в изумление всех, видевших его. Наружным видом своим святой Киприан был честен, лицом благообразен, ибо таившаяся внутри души его святыня отображалась на лице его. Как мудрость, по слову Клесиаста, так и святость украшает лик человека. Всем же человеке Божием святом Киприане было и то и другое, он был и мудр и свят. Однажды носил он не слишком богатые, прошу прощения, одежды носил он не слишком богатые, не слишком убогие, ибо святой избегал гордости и превозношения, но не желал подвергать бесчестью и сын архиарейский. Характер его был весьма сдержан, он был не слишком суров, не слишком мягок и кротов сверх меры, где нужно было наказать, там он, хотя и милостиво, являл гнев свой, почему был всеми уважаем и почитаем. Кроме всего, святой Киприан являл великое милосердие и сострадание ко всем обиженным и бедствующим, он был помощником сиротам, странникам, нищим и больным. В своих архипастерских распоряжениях и действиях святой Киприан проявлял столько рассудительности и мудрости, что его советы искали и предстоятели других церквей. Так, например, Рогациан епископ Новский просил совету святого Киприана по поводу оскорбления, причиненного ему неким дьяконом. Киприан отвечал, если дьякон и впредь будет ослушиваться тебя, оскорблять тебя, ты можешь по праву своей власти или лишить его сана, или отлучить от общения, однако, прибавлял он, мы более желаем, чтобы ты прикрывал обиды и оскорбления кротким терпением, нежели наказывал священную властью. Другой епископ и в крате спрашивал Киприанна, должно ли допускать до общения церковного лицидея, который после того, как сделался христианином, обучал молодых людей тому искусству, каким занимался в язычестве. Киприан отвечал на это. Бедность не может изменить всего лицидея на нехристианина. Он может содержаться церковными приношениями, если только пожелает довольствоваться содержанием более умеренным, но без греха. Посему убеди его довольствоваться церковным содержанием, если же у вас церковное приношение недостаточное для пропитания трудящихся, то пусть он придет к нам и от нас получит необходимое для питания одеяние. Много и других советов давал святой Киприан всем, вопрошавшим его, ибо не желал утаивать своей мудрости и разумения, но старался быть полезным всем. По изволению Божию святой Киприан провел немного лет в мирном управлении своей епархии. В скором времени по занятию Киприаном епископского престола над церковью подобно буре разразилось гонение Деки. Вскоре же после вступления на престол своей нечестивой император Деки издал указ, по которому все христиане принуждались к принятию языческой религии и к принесению жертв богам. Задолго еще до начала сего гонения Киприан был извещен от Господа видением о всем бедствии именно Киприан видел старца по правую руку коего сидел юноша исполненный некоторого смущения негодования печали а по левую кто-то держал сеть и угрожал захватить его стоящий кругом народ. Киприан удивился этому видению оно было объяснено но ему ему в том смысле что сидящий по правую сторону печалится и скорбит о том что христиане не соблюдает его заповеди а находящийся по левую сторону радуется тому что открывается случай и дается дозволение излить на народ ярость свою. святок Киприан понял что лицами представившимся ему видений были Бог Отец Господь наш Иисус Христос исконный враг мира дьявол этим гонением христиане были подвергнуты испытанию как золото в огне дабы тем ярче и сильнее был явлен всюду блеск добродетелей христианских когда в Карфаген прибыл указ императора язычники хотели подвергнуть мучению прежде всего Киприана его как более известного своими добродетелями и своим влиянием на христиан язычники намеревались ранее всего предать мучениям дабы тем устрашить остальных христиан но так как во время подвигов святого Киприана еще не наступило то он решил удалиться на время из Карфагена дабы своими увещаниями и наставлениями из неизвестного язычникам вместо поддерживать веру христиан и побуждать их твердо исповедовать имя Христово решив удалиться на время из Карфагена Киприан написал своим пресвитерам и диаконам а также предстоятелям церкви римской послание в этом послании Киприан сообщал что он удаляется из Карфагена для того чтобы его присутствие не усилило еще более ярости гонения что хотя и отсутствие отсутствие от своей паствы телесно он приступает с нею в Господе что он написал 13 посланий для утешения сильных ободрения слабых для устранения разного рода нестроений в церковной внутренней жизни и для успокоения душ колеблющихся Киприан так объяснял свой поступок первая степень победы состоит в том чтобы исповедовать Господа после взятия руками язычников вторая степень славы состоит в том чтобы благоразумным удалением спасти себя для Господа одна есть всенародное исповедание другая частная одна побеждает гражданского судью другая благоприятнее Богу как судьи ибо поддерживает чистую совесть в непорочности сердца в одном случае обнаруживается более живая твердость в другом более уверенная осторожность один когда приближается час его оказывается уже созревшим для смерти для другого быть может она отсрочена для того например который оставив свое наследие удалился по той именно причине чтобы ему не отпасть но не несомненно испытывал бы себя христианином если бы и он был также взят язычниками без сомнения своим временным удалением Киприан оказал церкви более высокую услугу чем мог бы оказать ее сразу же принятие мученичества перед удалением своим святой Киприан разделил церковные деньги бывшие досели в его заведовании между всеми клириками оставшимися в Карфагене для более удобного вспомоществования неимущим и бедным клир своей стороны охотно сообщал своему епископу все сведения о состоянии его паствы и повиновался ему так же как и в его личном присутствии по справедливости можно сказать что он один только и был способен управлять Карфагенской церкви в такое тяжелое время его жизнеописатель Диакон Понти замечает представим себе что он Киприан когда удостоился мученической кончины кто бы научил падших покаянию иретиков истины раскола учителя единства чад божих сохранению мира и молитвы то есть тогда когда бы не скрылся из Карфагена Святой Киприан находился таким образом в постоянном сношении со своей паствой и посылал неоднократные письма и сообщения пресвитерам Диаконам мученикам и исповедникам первым он говорил что прибудет к ним как только Бог покажет ему что такова его воля он просил их иметь попечение о вдовах больных странниках и о всех неимущих хотя он и оставил для этой цели некоторую сумму денег но опасаясь что может быть она уже вся истрачена он отправил своего слугу Нарика с новым денежным приношением более всего заботился Киприан о том чтобы христиане не пали духом среди буря огорчений с не меньшей задушевностью писал Святой Киприан также исповедникам и мученикам он укреплял их мужество превозносил их верность увещевал всех христиан смотреть за тем чтобы должные почести оказывались телам мучеников после их смерти и чтобы им доставлялось всевозможное облегчение во время их страданий о святых исповедниках Киприан отзывался с великою похвалой он побуждал своих клириков заботиться о том чтобы как нет ни в чем недостатка в славе исповедников так не было бы ни в чем недостаткой в помощи им и просил чтобы его извещали о днях их смерти дабы он мог приносить их воспоминания возношения жертвы в первое время после удаления святого Киприана из Карфагена ярость язычников преследовавших христиан несколько ослабела по сути некоторое время оно усилилось еще более для принуждения христиан к отречению от исповедуемой ими веры были придуманы язычниками различные жестокие пытки и мучения исповедников имени Христова поражали бичами били прутями раздирали железными орудиями и жгли на огне темницы переполнились христианами одни из заключенных в скором же времени получали венцы победные другие были близки к тому чтобы получить сие венцы ибо были воодушевлены тем же мужеством и с той же ревностью стремились на подвиг брани но были те такие христиане которые не выносили мучений и приносили жертвы или курили ладан идолам или за деньги покупали у градоначальников записки в которых означало что они приносили жертвы идолам и отрекались от Христа хотя этого не было на самом деле некоторые даже добровольно без всякого требования приносили жертвы богам языческим других языческие судьи с наступлением ночи отпускали домой и не понуждали к жертвоприношению но они сами просили дозволения принести жертвы в вечернее время не отлагая их до другого дня много было и таких которые склоняли друзей своих к отречению от веры христианской какой совершали сами горько и тяжело было святому Киприану слышать о падении слабых членов своей паствы падениях он называл отторжением части собственного сердца впоследствии писал он по всему поводу скорблю скорблю братья с вами и болезнь моя не облегчается моей сохранностью и моим собственным здравием как пастырь я уязвлен ударом нанесенным моему стаду с каждым из вас соединено мое сердце с каждым я болею и умираю ударами жестокого врага поражено и мое тело и мою душу прошло оружие мое сердце удаленное и свободное от гонения не осталось в покое любовь поразила меня как когда поражены мои братья около этого времени случилось еще одно обстоятельство причинившее немало огорчений святому киприану необходимо заметить что в древности в церкви карфагенской как и в других церквях среди исповедников было в обычае давать отпавшим особого рода ходатайственные записки или письма мира по которым согрешившие были скорее допускаемы в общении с верными и теперь многие из отпавших от Христа возлагали большую надежду на ходатайство исповедников и мучеников но при этом многие исповедники по излишней снисходительности к падшим не обращали внимания на свойства их покаяния и давали эти ходатайственные записки письма мира без надлежащего рассмотрения осторожности только немногие исповедники просили епископа даровать мир некоторым падшим по окончании гонения по возвращении самого епископа и по тщательным исследованию нравственного состояния падших такая снисходительность к падшим оказывается в то время когда гонение еще свирепствовало к Арфагению следовательно эта снисходительность могла ослабить твердость зверей и прочих христиан еще не подвергшихся гонению когда святой Киприан узнал об этом то отправил Карфаген три письма Клиру исповедникам и народу и так как главными нарушителями древнего церковного благочиния оказались пресвитеры то Киприан во всех этих письмах обличал их более всего всех вообще и Клир и народ Киприан убеждал ожидать соборного рассуждения принятия падших в церковь а самый собор обещал создавать по окончании гонения и по возвращении своем в Карфаген исповедников Киприан просил обращать особенное внимание на дела и заслуги народ и качество грехопадения каждого из числа тех за кого не будут предлагать свое ходатайство но все эти письма святого Киприана не имели полного успеха правда пресвитеры послушные своему пастырю перестали допускать падших к обращению в церкви наравне с верными и увещевали их прежде всего загладить свой грех искренним покаянием но некоторые из падших и после сего не пожелали принести покаяние не хотели ожидать решения своего дела до окончания гонения а требовали и себе немедленно разрешения грехов однако святой Киприан не ослабил своих требований и после известия о таком непослушании со стороны некоторых падших христиан охраняя с такой твердостью благочиние церковное святой Киприан из места своего удаления открыл еще переписку с соседственными епископами для того чтобы их согласиям еще более подтвердить свое требование покаяния от падших в ответ на его письма епископы сообщали что они вполне одобряли его требования и писали ему что ни в каком случае не следует ему отступать от своего постановления до собора имеющего быть по окончании гонения в то время как соседние епископы открыто подтвердили и одобрили требования святого Киприана относительно падших исповедники объявили свое несогласие с ним одним из них Лукьян от имени всех написал Киприану письмо в котором он уведомлял Киприана что все исповедники даровали мир падшим этот же Лукьян написал подобное письмо к римскому исповеднику Целлерину ободренные таким покровительством исповедников падшие в нескольких городах африканской провинции произвели возмущение против предстоятелей и с угрозами требовали у них себе мира уже дарованного как уверяли они исповедниками и мучениками в самом Карфагене беспокойные миряне после всего с большей дерзостью начали требовать себе примирения с церковью между тем святой Киприан увещевал клир и народ поступать так как ему было предписано ранее ввиду сего более благонамеренные испадших совершенно смирились и обещали полное послушание епископу в скором времени после всего некоторые из них уже писали святому Киприану что не сознают свое грехопадение совершает предписанное церковными правилами покаяния не желает поспешного неблагомеренного примирения с верными но ожидает возвращения своего епископа говоря что самое примирение в его присутствии будет для них приятнее в скором времени после всего Киприану было открыто видение что скоро восстановится мир в церкви что только для некоторых еще на непродолжительное время продлится гонение и что по мере усердия в молитве может последовать ускорение мира и действительно видение святого Киприана стало оправдываться самими событиями гонение на христиан в Карфагене хотя еще продолжалось но ослабевало язычники начали дозволять исповедникам имени Христова пользоваться все большую и большую свободу заключенные в темнице выходили на свободу ослосланные на заточение возвращались в отечество однако гонение не окончилось еще много забот и беспокойств представляло славному архипастырю святому Киприану за время отсутствия Киприана в Карфагене явилась потребность в пресвитерах и клириках Киприан избрал себе как бы четырех наместников которыми поручил тщательно распознать ли та состояние заслуги тех лиц которыми имели быть произведены Киприанам в ту или другую иерархическую степень наместниками с ними были избраны два епископа ближайших Карфагену епархии колдоний и геркулан затем рогациан карфагенский пресвитер и исповедник и клирик нумидик упомянутые лица тача же приступили к исполнению требований своего епископа но исполняя порученное им дело они встретили сильное противодействие со стороны тех лиц которым не нравилось столь законная и необходимая попечительность Киприана о выборе достойных служителей церкви таким человеком явился некто филициссим мирянин и пресвитер Нават к ним присоединились еще четыре пресвитера опасавшиеся справедливого суда Киприана над собою они и особенно пресвитер Нават побудили филициссим открыть восстание против своего епископа когда все стало известно Киприану он произнес отлучение на филициссим и угрожал подвергнуть такому же наказанию и всех его сообщников а само письмо которое Киприан писал по всему случаю он повелел прочитать народу и переслать Карфаген к Лиру пока оказалось только шесть ярых приверженцев филициссима которые тогда же были отлучены от церкви но как нашлись новые сторонники филициссима то возмущение произведенное им еще не было устранено Киприан намеревался возвратиться к Карфаген к празднику Пасхи но ввиду того что возмущение филициссима и его сторонников еще не окончилось он не желая увеличивать смятение своим появлением решил провести праздник Пасхи на месте своего удаления а чтобы в отсутствие его враги не приобрели еще большего успеха он письменно увещавал свою паству не доверять пагубным словам возмутителей глубоко страдал святой Киприан в это время за свою паству его скорбь выразилось в письме написанном по всему случаю как я мучаюсь теперь писал он карфагенским христианам что не могу сам прийти к вам и лично увещевать каждого из вас по учению господа его евангелия мало было для меня уже двугодичного изгнания и горького разлучения с вами мало было скорби и печали которая постоянно мучила меня без вас мало было слез днем и ночью проливаемых о том что пастырю которого вы избрали с такой любовью и горячностью нельзя было лично приветствовать вас не быть ваших объятиях для истаивающего от печали сердца нашего наступила еще большая скорбь при таком беспокойстве и нужде я сам не могу в скорости прийти к вам но зато отсюда убеждаю вас и прошу вас любезные братья не доверяйте пагубным речам не внимайте легковерно обманчивым словам не избирайте вместо света тьму вместо дня ночь вместо пищи глад вместо питья жажду вместо лекарства яд вместо здоровья смерть не принесут нам мира те которые сами не имеют мира никто отклонит вас от путей господних пусть погибают одни те которые захотели свои погибели пусть остаются вне церкви одни те которые делились от церкви пусть одни те не будут с епископами которые возмутились против епископов прошу вас отделитесь от таковых послушайтесь моих советов я каждодневно изливаю за вас постоянные молитвы пред господом я желаю воссоединить вас с церковью я только прошу у бога прежде всего прежде мира матери церкви а потом уже ее чадом соедините с моими молитвами и молениями вашей молитвы с моим плачем ваши слезы увещевая так трогательно тех которые могли понять в его словах голос отеческой любви святок киприан угрожал наказанием отлучением от церкви тем которые не захотели бы повиноваться ему письмо это конечно удерживало благонамеренных на стороне епископа вскоре после сего когда нават припоследствии своих сообщников без согласия и ведома святого киприана произвел филицисима в диаконы киприан написал еще два письма к клиру и народу о всем незаконном посвящении это были последние письма из места его удаления возмущение филицима был положен конец уже на соборе происходившем по возвращении киприана в карфагене вскоре же после возвращения в карфаген киприан предстательствовал насем соборе который подверг рассмотрению два вопроса о расколе филицисима и о допущении падших к обращению с верными отцы собора после многих и долгих рассуждений единодушно постановили что падшим не должно оказывать в общении церковью что они не отчаялись милосердием божьим и не стали жить поязычески но что и не должно преждевременно допускать их к общению что соединению их с церковью должны предшествовать продолжительное покаяние молитва богу соединенное со слезами исследование нравственного состояния каждого из них при этом по различию падших были назначены и различные степени покаяния фелицисим же и его единомышленники как возмутившиеся против власти епископа были отлучены от церкви однако враги киприана не успокоились пресвитер нават вскоре отправился в рим и здесь изменив фелицисим присоединился к партии новициана вследствие чего произвел многие смуты как в римской так и в карфагенских церквях фелицисим же вместе со своими единомышленниками через год произвел новое возмущение против святителя божия киприана новициан начал распространять в риме лжеучения утверждая что падших ни в коем случае не следует принимать в общение хотя бы они приносили покаяние вместе с тем новициан сделал попытку предвосхитить чести епископства у закона избранного епископа пресвитера римского корниля благодаря содействию новата прибывшего в рим новициану удалось побудить трех италийских епископов к совершению над ним рукоположения воепископа святой киприан с истинно христианской мудростью старался пресечь в самом корне все церковные раздоры и волнения киприан известил окруженным посланием африканских епископов о законном поставлении воепископы корниля и о незаконных действиях новацианна святитель божий не переставал внушать всем ту истину что там где законно избран и рукоположен один епископ нельзя поставлять другого епископа убеждал возмутителей мира церковного оставить гибельный раздор и споры и возвратиться в лоноединой истинной церкви вселенской для предохранения же верующих от соблазна расколоучителей новацианна и фелициссима святой киприан написал книгу о единстве церкви испытания киприана еще этим не окончились нашлись люди которые продолжали сеять в церкви плевелы раздоры и возмущения так некий ретик приват присоединившись к партии фелициссима добился незаконного поставления воепископа карфагенского фортуната однако после увещевания киприана сторонники фортуната начали оставлять его и возвратились к миру церковному дабы окончательно устранить все раздоры и несогласия порождаемые врагами мира церковного святитель божий киприан решил созвать поместный собор в карфагене таких соборов в карфагене было несколько на всем соборе были приняты решения многих вопросов касавшихся внутренней церковной жизни как например о принятии падших о крещении еретиков и тому подобное мало-помалу возмущение произведенное в жизни церковной непокорными членами церкви утихало и в церкви водворялись мир и тишина господу благоугодно было посетить святого киприана еще новым испытанием на смену бедствий отгонения со стороны язычников появилось бедствие стихийное моровая язва неожиданно разразившееся бедствие было одинаково тяжело как для христиан так и для язычников моровая язва без перерыва значительное время свирепствовало в каждой провинции в каждом городе и почти в каждом семействе общее бедствие вызвало киприана на самую самоотверженную и благородную деятельность в то время как язычники только еще более укреплялись в своем себялюбии в то время как они по-видимому всецело предавали страху который заставлял их покидать самых дорогих своих родственников и оставлять мертвых непохороненными на улицах христиане руководимые киприаном оставались непоколебимыми сам киприан не ограничивался увещаниями а своим личным примером подавал образец для подражания всем христианам язва сопровождалась своими обычными страшными спутниками засухой и голодом кроме того по границам римской империи бродили орды варваров варваров нумидийцев и делали нашествия во время которых они уводили много пленных христиане карфагенские руководимые святым киприаном жертвовали деньги на выкуп хотя бы некоторых и числа этих пленников таким образом во время страшного бедствия общественного киприан принял все меры к тому чтобы всячески облегчить участь страждущих несмотря на это среди язычников находились люди которые осмеливались утверждать что язва как и прочие бедствия общественные была послана богами языческими за непоклонение им христиан такие слухи распространял особенно некто Димитриан один из судей карфагенских вслед за ними другие язычники повторяли эту клевету на христиан святой киприана проверка это заблуждение написав особое сочинение по всему поводу бедствия мира писал он Димитриану и всем тем кто разделял его мысли имеют свою причину в развращении людей эти бедствия предсказаны пророками прошу прощения эти бедствия предсказаны пророками как наказание за пороки которые особенно распространены среди язычников и которые сами по себе всегда разрушают благосостояние народов как и отдельных лиц языческие боги рассуждал христиан киприан не могут сами защищать себя и тем явно доказывают свою зависимость от христиан когда изгоняются из людей христианами мы христиане рассуждал святой киприан хотя также подвергаемся внешним бедствиям но при безропотном перенесении их и надежде на будущую жизнь мы не страдаем от несчастья между тем приближались времена страдания святого киприана на престол вступил император валерьян который воздвиг жестокое гонение на христиан весть о новом гонении на христиан скоро достигла и до церкви африканской и как обыкновенно сколь устрашала малодушных сколько же воспламеняла к мужественному терпению твердых вери о чем лучше и более нам должно заботиться как не о том чтобы непрестанными увещеваниями то ведь вверенный нам народ против стрел дьявола писал тогда святой киприан фортунату епископу тукоборскому но кроме устных и письменных увещаний святой киприан и самым делом подавал пример небоязненного исповедания своей веры перед язычниками после того как было объявлено гонение на христиан проконсул карфагенский аспазий паттерн получил указ императора который предписывал принуждать христиан поклонению идолам при этом епископы христианские подлежали изгнанию а христианские собрания запрещались проконсул намеревался прежде всего принудить к отречению от веры христианской святого киприана а посему прежде всего призывал его к допросу когда киприан пришел проконсул спросил его император приказал мне принудить всех христиан поклоняться идолам ты что скажешь относительно этого святок киприан отвечал я христианин и епископ христианский я не знаю иных богов кроме единого истинного бога сотворившего небо и землю и море и все что находится в них всему богу мы христиане служим днем и ночью проконсул сказал так ты будешь упорствовать своем решении киприан ответил на это благое решение ведомое господу должно оставаться неизменным проконсул сказал в таком случае ты согласно приказанию императора должен отправиться на заточение киприан ответил проконсулу я охотно пойду на заточение после сего проконсул спросил еще киприана я имею приказание от императора не только относительно епископов но и относительно иереев посему скажи мне какие иереи находятся в всем городе на это киприан отвечал вашими законами запрещены доношения доносы посему я не могу открыть и объявить тебе иереев ибо если будешь искать их то конечно найдешь городе проконсул сказал еще мне поручено еще смотреть чтобы у христиан нигде не было своих собраний и чтобы они нигде не отправляли своих служений святой киприан ответил проконсулу поступай как тебе приказано в скором времени после после всего святой киприан был отправлен в ссылку в Курубис диакон понтий описавший жизнь святого киприана добровольно сопровождал его к месту заточения в первый же день по прибытии сюда святой киприан имел ночью видение предназнаменовавшее его мученическую кончину о всем видении киприан рассказал диакону понтию поведав следующее едва лишь я слегка задремал я увидел некого юношу некрасивого неблагообразного который вел меня в приторию на суд мне казалось что я должен был предстать суду эгемонову эгемон посмотрев на меня ничего мне не сказал но тотчас написал что-то я не знал что он написал но я увидел иного юношу благообразного лицом стоящего сзади эгемона си юноша смотрел как писал эгемон и читал про себя написанное эгемоном прочитав написанное юноша тот знаком руки дал мне понять что там был написан относительно меня суд смертный ибо мне надлежало быть усеченным мечом с своей стороны и я знаком руки дал понять юноше что я понял то что он объяснял мне при этом я начал с усердием просить судью того дать мне еще один день жизни чтобы я мог устроить все свои дела то время как я просил об этом судью сей последний ничего не отвечая мне но как бы в ответ на мою просьбу начал что-то писать юноша стоявший сзади судей следя за тем что писал судья знаком руки объяснил мне что моя жизнь будет продолжена еще на один день я очень обрадовался этому однако находился в великом страхе и смущении это видение святой киприан истолковал относительно себя в том смысле что ему было предопределено богом умереть от усечения мечом за исповедование имени Христова один день жизни дарован ему согласно сему видению киприан истолковал как один год и действительно он скончался мученически за исповедание имени Христова будучи усечен мечом спустя год после того видения Находясь в изгнании, святой Киприан все время проводил в богомыслии, приуготовляясь к смерти. В заточении Киприан написал много богомудрых творений. Всех, кто приходил к нему для душеспасительной беседы, он поучал, прося всех быть твердыми в вере и не страшиться угроз мучительной и страданий за исповедание имени Христова. Он увещивал христиан не привязываться к временным и скоро приходящим утехам жизни сей, но искать жизни вечной. Прибывая в изгнании, святой Киприан все время проводил в богомыслии, приуготовляясь к смерти. В заточении Киприан написал много богомудрых творений. Всех, кто приходил к нему для душеспасительной беседы, он поучал, прося всех быть твердыми в вере и не страшиться угроз мучителей и страданий за исповедание имени Христова. Он увещивал христиан не привязываться к временным и скоро приходящим утехам жизни сей, но искать жизни вечной. Пребывая в изгнании, святой Киприан терпеливо переносил все лишения ради имени Христова, вменяя заточение в родное Отечество свое. Ибо для христианина, возложившего все упование свое на Бога, Отечество и родной дом является странствованием, согласно сказанному. Странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои. С другой стороны, для такого христианина Отечеством является и место изгнания, и странствования, ибо на всяком месте он видит присутствующего близ себя Бога, согласно сказанному. Всегда видел я пред собою Господа. Прошел еще год, и на место упомянутого выше Аспасия Штерна проконсулом назначен был галерий Максим. В это время император Валериан издал еще более жестокий указ о преследовании христиан. Именно, Валериан требовал, чтобы все христиане, христианские епископы, пресвитеры и вообще все руководители христиан были решены своих должностей и имущества, а в случае дальнейшего пребывания в христианстве должны были быть преданы смерти. Повеление императора стало известным в Африке тогда, когда проконсул Галерий Максим отлучился в местечко Утику, когда было сослано из разных мест множество христиан. Проконсул хотел здесь же начать преследование христиан и сюда приказал своим воинам привезти святого Киприана. Всегда готовый с полным спокойствием и бесстрашием принять мученическую кончину, святой Киприан считал, однако, приличным и полезным совершить подвиг мученичества среди своей паствы. Рассуждая так и вместе следуя совету друзей своих, которые уведомили его об отправлении за ним стражи, Киприан скрылся на время в одно неизвестное место, но только до возвращения проконсула в Карфаген. А дабы это временное уклонение не подвергалось нареканию, Киприан написал Клиру и народу письмо, в котором объяснял причину своего удаления. В этом же письме Киприан в последний раз преподал наставление Клиру и пастве. Едва лишь проконсул галерии Максим прибыл в Карфаген, сейчас же Киприан вышел из места своего уединения. Вскоре после всего проконсул послал двух честных мужей, приказав им взять Киприана. Киприан мужественно ишел на мученический подвиг и отправился вместе с упомянутыми двумя мужами в колеснице к проконсулу. Но так как по приказанию проконсула суд над святителем Божиим был отложен до следующего дня, то Киприан отведен был на ночь в дом одного из тех мужей, которые были посланы проконсулом для взятия Киприана. Здесь святитель провел последнюю ночь, причем по состраданию и доверию к нему он был оставлен почти без стражи. Между тем по городу распространился слух, что епископ Киприан возвращен из заточения для того, чтобы воспринять смерть мученическую. И тотчас устремились христиане к тому дому, в котором пребывал Киприан, желая видеть в последний раз своего пастыря и учителя. При этом христиане вели по отношению к святому Киприану еще более любви и преданности, нежели как это было при избрании его в епископы. Они не хотели расставаться со своим любимым архипастырем до самой кончины его, и потому всю ночь провели без сна пред дверьми его дома. Поступили также христиане не потому, что хотели освободить святого Киприана из рук власти язычников, но для того, чтобы сподобиться от него, как отца своего духовного последнего благословения. Утром следующего дня Киприан был выведен из того дома и представлен проконсулу для допроса. Проконсул спросил Киприана, ты ли Киприан? Киприан ответил, да, это я. Проконсул сказал затем, это ты в качестве епископа стоишь во главе тех безумных людей, которые именуют себя христианами? Киприан ответил, да, я епископ людей христовых. Проконсул продолжил допрос, сказав, благочестивейшие славные императоры повелевают тебе принести жертву богам. На это Киприан ответил, ни в коем случае я не сделаю сего. Проконсул сказал, по размысли хорошенько избери то, что ты находишь более полезным для тебя. На это святитель Божий ответил, поступай так, как тебе предписано. Что же касается меня, то в столь ясном для меня деле я не вижу необходимости в размышлении. После сего проконсул посоветовался с прочими судьями, бывшими при допросе, и упрекнув Киприана за непочитание идолов, произнес решительный приговор об усекновении его мечом, сказав так. Киприан, епископ христианский, должен быть усечен мечом. Святитель же Христов, услышав такой приговор себе, возрадовался и сказал во всеуслышание, «Благодарите Господа». Народ, видевший все происходившее, обратившись к проконсулу, начал взывать, «И мы хотим умереть с ним», и было великое смятение в народе. Между тем, Киприан был отведен на место казни. Сюда же последовали за святителем Божиим и христиане, проливавшие слезы при виде пастыря, ведомого на смерть. Придя к назначенному месту, святитель Божий снял с себя верхнюю одежду, преклонил колено и начал молиться Богу. Помолившись в достаточное время, священномученик Христов преподал всем мир и благословение приказал своим друзьям дать палачу двадцать пять злотниц, совершая и при смерти благодеяния. Затем завязал себя убрусом-полотенцем глаза, а руки отдал связать стоявшим подлиниво пресвитеру и подьякону. Между тем, некоторые из христиан постелали пред святителем платки и убрусы, дабы воспринять на них кровь священномученика Христова, как некое драгоценное сокровище. Наконец, святитель Божий преклонил главу свою и был усечен мечом. Так окончил жизнь свою святитель Божий, пострадав во славу Христа Бога нашего. Честное тело святителя Христова было перенесено ночью со свечами и пением на частное кладбище некого прокуратора Мокровия Кандидиана и здесь предано погребению. Впоследствии при короле Карли Великом мощи священномученика Киприана были перенесены во Францию, в город Арль, а при короле Карли в город Кампень, в монастырь святого Корнелия. Нечестивые же мучители не остались без наказания. В скором времени их постиг справедливый суд Божий. Спустя несколько дней после мученической кончины святого Киприана по суду Божию изъят был из числа живых проконсул Галерий Максим. Император же Валерий, преследовавший с жестокостью христиан, потерпел жестокое поражение в войне с персами и погиб в темнице, будучи захвачен врагами. Святой Киприан оставил после себя весьма много сочинений, в которых он раскрывал как вероучительные, так и нравоучительные истины. Большая часть их состоит из писем. Всего Киприанам написано около 80 писем. Кроме того, Киприан написал много отдельных трактатов или сочинений. Предметами сочинений его были пастырь церкви и девственники, страждущие и падшие, язычники и иудеи, еретики и расколоучители. Для пастырей церкви Киприанам написана книга о ревности и зависти, плод истинно апостольского духа. С постановлениями о том, как надобно поступать для мира и пользы церкви. Для девственников книга о поведении девственниц, любовь к страждущим побудила святого Киприана написать три замечательных сочинения о высоте терпения, о милосердии и о смертности. Книга о падших содержит в себе назидательные рассуждения о покаянии. К числу защитительных сочинений святого Киприана, в которых он отстаивал христианство против нападков язычников, принадлежит. Книга к Димитриану, отчете идолов, три книги свидетельств против иудеев заключают в себе род краткого начертания веры, и книги свидетельств против иудеев заключают в обличении и упорствовавших иудеев. В обличении ересей и расколов Киприанам написана книга о единстве церкви и книга к Донату о крещении. В сочинении к Фортунату об увещевании к мученичеству Киприан призывает всех вообще христиан к твердости духа при перенесении гонений. Святой Киприан оставил много и иных славных писаний. По замечанию блаженного Иеронима, писания Киприана были известнее самого Солнца. Из его творений отцы Эфисского и Халкидонского Вселенских Соборов приводили свидетельства для защищения веры христианской от нападков еретиков и для обличения их неправомыслия. Более обстоятельно и подробно в творениях святого Киприана выражено учение о церкви. В кратких словах рассуждения святого Киприана по этому поводу состояли в следующем. Церковь есть Господом Иисусом Христом основанная и апостолами устроенная и утвержденное общество людей, представляющее как по своей внутренней, так и внешней стороне единое целое, возглавленное единую главою Господом нашим Иисусом Христом. Как внутреннее единство церкви обуславливается единством веры и любви, так внешнее единство обуславливается иерархию, и в ней преимущественно властью епископа и таинствами церковными. Вне этой единой истинной и спасительной церкви, по рассуждению святого Киприана, нет и не может быть спасения, только эта единая церковь и есть церковь истинно апостольская и, следовательно, непогрешимая. Мы следуем, рассуждает святой Киприан, тому, что приняли от апостолов, они передали нам церковь только одну, одна только церковь, получившая благодать жизни и живет во веки и животворит народ Божий. В этой именно единой истинной церкви, получившей благодать жизни, сосредоточены все божественные блага, и в ней только одно возможно спасение, что церковь единственная, рассуждает святой Киприан, это возвещает и Дух Святой, в песне-песне говорят лица Иисуса Христа, «Единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отмеченная у родительницы своей». И о ней же опять говорит «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный кладезь, кладезь живых вод». А если невеста Христова, которая есть церковь, есть вертоград заключенный, то заключенного нельзя открывать чужим и сторонним. Если она, источник, запечатлен, то не пить из него, не запечатлеваться им чужим и сторонним. Если она, источник, запечатлен, не может тот, кто, находясь вне, иметь доступа к источнику. Если церковь есть единственный кладезь воды живой, то находящаяся вне церкви не может освящаться и оживляться той водой употребления питья, которое дарует находящимся внутри церкви. Господь громко зовет, чтобы всякий жаждущий шел и пил от источника воды живой, истекшего от него. Куда же должен идти жаждущий? Керетиком ли у коих вовсе нет ни источника, ни реки животворящей воды, или же к церкви, которая одна и, по слову Господа, основана на одном, принявшем и ключи ее? Она одна хранит и обладает моей властью, своего жениха и Господа, истинная, спасительная святая вода церкви не может ни испортиться, ни оскверниться, так как и сама церковь не расслаблена, чиста и целомудрена. В церкви Христовой заключена вся полнота жизни и спасения. Как во время потопа спасение было возможно только в ковчеге Ноя, или при разрушении Рихона только в доме Раави, так равно и церковь есть единственное место спасения людей. Дом Божий один, рассуждает святой Киприан, и никто не может где-либо спастись, как только в церкви. Пусть и не воображают, что можно наследовать жизни спасения, не повинуясь епископам и священникам. Находящиеся вне церкви, отделяющиеся от ее единства и общения с ней, не имеют истинной жизни. Явно, замечает святой Киприан, что между мертвецами считаются те, кои не суть в церкви Христовой, и что не может оживотворить другого тот, кто сам не живет. Но одна вера без любви не может быть вполне крепким и прочным связующим звеном всех членов церкви. Мало того, рассуждает святой Киприан, чтобы получить что-нибудь, больше значит уметь сохранить полученное. Самая вера и спасительное возрождение животворны не потому, что мы их получили, а главным образом потому, что мы их сохранили. Только искренняя, живая и деятельная, верно, соединенная с любовью, дает человеку право вступить в живой союз как со Христом, так и со всем христианским братством. Где нет той или другой, там нет и жизни со Христом, там нет, следовательно, и спасения. Любовь составляет, по рассуждению святого Киприана, основу всех добродетелей. Любовь, рассуждает, святой Киприан, есть союз братства, основание мира, крепость и утверждение единства. Она предшествует благотворению мученичеству, она вечно пребудет вместе с нами у Бога в Царстве Небесном. Много и других душеспасительных истин раскрывает святой Киприан в своих сочинениях во славу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь. Корнелиус, папа римский, родился в... Корнелиус, папа римский, родился в аристократической семье, был папой римским в течение двух лет, с 251 по 253 год. Как сообщают источники, в том числе и сам Киприан, в послании номер 51, в 251 году Корнелиус был избран большим числом епископов быть папой римским. Но его избрание было оспарьем его наватом, о котором мы говорили в житии священномученика Киприанна. И в конечном итоге, несмотря ни на что, ни на высокий сан, папа Корнелиус в 253 году, оказывая поддержку святому Киприану, был изгнан из Рима в Кантамаклай, читав веке Италия, и умер там спустя несколько лет. Более поздняя традиция говорит о том, что папа Корнелиус также погиб как мученик и был обезглавлен. Корнелиус помогал святому Киприану, поддерживал его. Мы не знаем точного года смерти святого Корнелиуса. Предполагается, что это был 253 год, но согласно традиции, согласно источникам, оба они были похоронены, погибли в один и тот же день, 16 сентября. Большое вам спасибо, дорогие братья и сестры. Я желаю вам доброго дня, всех Господних благословений. Напоминаю вам, что вы можете обращаться в скит Блаженный Якоб и Бесити Солли с молитвенными интенциями. В любом виде вы можете отправлять их через сообщения в нашей группе, через электронную почту, или обращаясь непосредственно к иерархам нашей Церкви, к нашим епископам. Огромное вам спасибо, всех Господних благословений, заступничества Святой Девы Марии на каждый шаг в вашей жизни. Да благословит вас Господь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мир и добро.